Поехали. Привет, это Дмитрий Голубовский. Это Алексей Визовский. И мы записываем новый необычный видеоподкаст для канала АСКИНОВОСТИ из Балаклавы, Крыма, где у нас вчера произошла конференция инвесторов, в том числе и посвященная рынку золота. Да, Дима? Да, так что поговорили. Рынок золота у нас, к сожалению, оказался в первом квартале не на высоте. Драгоценный металл в долларах упал порядка на 10%, да? И в рублях, кстати говоря, он не упал. Почему? Потому что рубль упал к доллару. Ну, значит, это на самом деле не золото по доллару, а доллар. Если ты посмотришь по отношению к евро, он тоже рост. По отношению к иене он рост. А почему? Ну, вообще, во-первых, сезонный факт. Доллар вообще имеет тенденцию расти с начала года. Он имеет тенденцию расти в январе-феврале, потом падать в марте-апреле и снова расти в мае. То есть, цикличность. Дальше мы можем ожидать, что золото вырастет. Правильно я понимаю? Я думаю, что оно как раз развернулось. Вот, если говорить о цикличности годовой, внутригодовой цикличности, да, и говорить о том, какую коррекцию оно проделало, оно вообще говоря падает не с начала года, но падает у нас еще с конца августа прошлого года. Вот, когда был пик такого хайпа. Две тысячи там с чем-то. Да, пик золотого хайпа. Ну, пик золотого хайпа, знаешь, как можно было понять, появились сообщения, что Федеральный резерв собирается покупать золото. А у него там восемь тысяч тонн, чтобы вы понимали, это номер один в мире просто безопасность. То есть, кто-то пустил слух по Уолл-стрит, что Флэйресс собирается покупать золото, типа, чтобы поднять доверие к доллару. Ну, это идея крайне глупая. Как раз лучший способ подавать доверие к доллару, это показать, что за него так боятся, что даже золото начинают покупать. Ну, ясно, что это была утка, но вот по таким вот сообщениям, кстати говоря, легко понять, что на рынке будет совершенно безумная идея. Вот, тогда золото пошло вниз, и, наверное, оно вниз уже прошло все, что ему нужно, в моем мире. Вот, но еще причина, по которой был рост, доходность стала расти. То есть, логика какая включилась у людей, что растет инфляционное ожидание, растет доходность. Растет доходность долларовая, да? Значит, выгодно покупать долларовые аббрегации. Вот, но потом же включаются мозги у людей, они же вспоминают, что растет инфляция, значит, и золото тоже. Кстати говоря, на прошлой неделе вышли цифры по инфляции в США, там резкий скачок, и золото тут же отреагировало ростом. Правильно, почему? Потому что... Антиинфляционные защиты? Нет, смотри, когда у тебя растет инфляция, и по этому поводу никто ничего не комментирует, и у тебя растут ставки, Включается такой страх, что ты упустишь возможность купить банды с хорошей доходностью. А самое главное, у тебя включается страх, что ФРС закрутит гайки. Но когда потом выходит Джером Пауэлл из Белом, как Скарлет из романа, там, «Унесенный ветром», Говорит, да мы подумаем об этом позже. У меня коронная фраза была, я подумаю об этом позже. Ну, инфляция, да ничего, нормально, временные явления. А если не временные явления окажется, то мы подумаем, у нас есть инструменты, чтобы разобраться. Все поняли, что банкет продолжается, а как бы... Почему часть этого банкета не уходит сейчас в золото? Ну, начало уходить. Потому что страх ужесточения денежной политики он снят. Ага. Именно поэтому, кстати говоря, перестал укрепляться доллар, даже когда там какой-то отскок происходит в евро, оно отскочило от 1,17. Я думаю, что оно будет расти дальше, бакс сейчас будет падать, иена начала расти, все начало расти, короче говоря, что падало на растущем номере, да. Ну, и золото начало отскакивать, по-моему, потому что... 1800 уже примерно подошли, да? Ну, я думаю, 1850 будет очень быстро разделано. 2000 возьмем? Я думаю, что новый максимум должен быть с точки зрения технической картины. То есть это будет 2500-2014. Вот, на горизонте, ну, я думаю, до августа, и даже в августе. Потому что перепродали сильно. Скептицизм был большой, хомяков, ну, тех, скажем, психически нестабильных инвесторов высадили из позиции. А умные люди сейчас докупают, да, золото вот на этих, на этом отскоке вниз? Да, я покупаю, я не думаю, что я говорю, ну, в крайнем случае, конечно, я обрежу эту позицию. Вот, но я сейчас покупаю золото, потому что, мне кажется, что коррекция прошла нормальная, и от 200-дневной оторвались далеко вниз. Но это такой показатель избытия для золота. Важно, я понимаю, да. Золото очень далеко и резко ушло от своей 200-дневной средней висы. Оно должно к ней сейчас свернуться. Золото в рублях. А что, золото в рублях. Ну, что будет с рублем к доллару? От этого же зависят рублевые цены. Ну, золото в рублях будет расти. Оно, золото в рублях даже растет более гладко, чем к доллару. Если ты посмотришь цену золота в рублях, это просто такая хорошая прямая линия вверх. Даже не прямая, это экспонент. Ну, с некоторыми откатами. Ну, и рубль – это циклическая история, и золото – это циклическая история. Понимаешь? Поэтому на тренде укрепления доллара рубль падает еще сильнее, чем золото. Поэтому, когда доллар укрепляется, золото тоже растет. Ну, еще включился политический фактор, напряженка. Байден ведет санкции, не ведет санкции. Ну, Байден санкции считает, что не ввел. Он в итоге ввел санкции такие символические. Пошлепал по попе, называется. Ну, сказал... Никаких секторальных, никакого ответа. Мне понравилось очень его выступление. Это такой милостилый монарх, жюрит какого-то особо взорвавшегося. Пасало сам как далеко. Да, ну, что-то вы плохо себя ведете, поэтому мы даем понять, что вы плохо себя ведете. Мы можем, конечно, ужесточить, но вы понимаете, что мы не хотим с вами порвать отношения. Но к каким-то вопросам все равно надо договариваться. Да, надо договариваться, вместе работать. Ну, имейте в виду, что плохо себя ведете. Мы уже вновь и следим, да. Ну, Путин давно понимает, что он плохо себя ведет. Я думаю, что лучше ему ввести себя не будет. Вот. Ну, а с другой стороны, он также понимает, что если он реально что-то накосячит, ну, там, насчет какую-то большую войну, тогда действительно... Обрежут нефть и все. Да, тогда... И тогда, кстати, говорят, золото-то как раз и... Да, то есть, это надо иметь в виду. И покупать золото, правильно? Да, то, что с одной стороны, ну, рубль не замочили, да. Ну, пока нет повода. Американцы, с другой стороны, потенциала укрепления рубля к баксу нет, на мой взгляд. По политическим рискам. Это говорят все. Сила политических причин. Более того, и будет еще потому, что нахрен их нужно правительству. Которое, которое вообще, ну, ему очень хорошо, чем 5 тысяч рублей. Напомним нашим зрителям еще раз важную мысль, что наше правительство радо падению рубля. Граждане вот не рады, потому что инфляция растет, а инфляционный налог на импортные товары. А правительство очень в шоколаде. Граждане для чего нужно, чтобы платить? Формулу у Люкаева, у нас был еще до него министр, который посчитал, сколько зарабатывает бюджет на падении рубля к доллару на 1 рубль. Ну, а сколько? Больше 100 миллиардов рублей доходов конкурсовых районов. Поэтому, какой смысл вводить санкции против ОФЗ? Они и так в профицах. Это все, вот, думали, введут, не введут санкции против госдолга. Ввели санкции против госдолга, запретив его покупать непосредственно у Минфина. Ну, типа, вот у Минфина нельзя уже... А, он для вас... Ну, то есть, это один карман перекладывает там, да? Вот, но на самом деле, они действительно не имеют смысла в такой ситуации, потому что Минфин тупо может перестать занимать деньги. Он занимает, на самом деле, исключительно по причине, по той причине, что он гасит рубль. Заканчивая тему золота, дефицит может случиться еще раз такой, как в прошлом году, когда самолетами свозили слитки со всего мира на ажиотажном спросе инвесторов. Да, это, вообще говоря, не экстраординарное явление. Если ты вспомнишь, допустим, времена, когда чуть не дофолкнул в США, помнишь, 11-й год, тоже площадь такая же фигня была. И примерно... Все купали физическое золото. Да, тремия за поставку тогда доходила 25%. Если ты посмотри в цену физического золота, то в марте прошлого года не было падения цен. Вот бумажное золото тоже полетело вниз. Ну, когда долларовый дефицит возник, то есть, его рухнули все рынки, и золото тогда откатилось тоже. Оно не рухнуло так романтически, да, но оно откатилось там процентов на 15%. С 1700 оно полетело куда-то до 1500 с копеек. Помнишь? Да. Так это было только на экране монитора. Реальности его не было, потому что у дилеров на центре было. Понимаешь, ты по 1500 бы тебе никто его не продал. Ты нигде на планете его не мог найти. Более того, те, кто хотели слитки даже с премией, дали 2 недели. То, что их не было. На самом деле, потому что считай, что биржа подкротилась. По большому счету. С хранилища их не было. Да, по большому счету. Они объявили технический дефолт. По большому счету был технический дефолт, то есть расчеты, когда расчеты переносились не на второй день, но просили клиентов подождать крупных. Банки швейцарские просили крупных клиентов подождать. Откуда я знаю, потому что я знаю крупных клиентов, которые ждали. Правильно ли я тебя понимаю, что и в будущем в шоколаде будут те инвесторы, которые будут иметь свой личный золотой запас? Ну, по крайней мере, я тебе так скажу, там максимум мы еще не поставлены, это раз. Это мое первое соображение. Дефицит может возникнуть еще раз, это второе соображение. Дефицит может возникнуть второе соображение. И на какую-нибудь новость, или на очередной истерике. Потому что... Черный вторник, черная пятница. Даже не в этом дело, потому что когда тебе романтически настроенный Центральный банк говорит, да, бирж, нормально все печатает, да? Не объявляя никаких лимитов, ждали, чтобы хоть бы каких-то лимитов... Триллион туда, триллион сюда. Да, и у нас нет никаких проблем. Там Байден обсуждает еще там... Еще два триллиона, да? Ну, а что ему помешать потом? Еще, еще, еще. А золотой такой актив, я хочу напомнить зрителям, который нельзя напечатать. Сколько добыли, вот столько и есть. Вот, ну и еще есть нюансик-то какой, почему вся эта тема может продолжаться дальше и очень далеко, цена может пойти очень далеко. Вот, это просто статистика, большая циклическая статистика. Вы посмотрите цены Standard & Poor's, индекс S&P 500, золото. И вы увидите, что на самом деле с начала нулевых акции падают. Вот все это гигантское бычье раме, вот все гигантское бычье раме, которое идиот идет, идет, идет. Вот если вы возьмете весь отрезок индексы с начала нулевых, оно выглядит как зигзаг такой. Раз и отскок. И вот максимум того момента мы не перебили. А дно, до которого можно лететь, если брать долгую циклическую картину акций в золото, это еще 10 раз вниз, 10x по отношению к цене акций. Которые сейчас очень переоценивают, понимаете. Вот, ну если допустить, что Федеральный резерв будет держать рынок, вот допустим у них такая есть цель, дать рынку упасть. Ну потому что, да, деньги пенсионеров американских, мы все понимаем, да, они льют бабло, только чтобы не дать завалиться. Вот, может привести к тому, что ноль будет при бизнесе на цене золота. Техническая картина, долгосрочный цикл, она говорит за это. И вот на этой оптимистичной картине мы... Она, кстати говоря, очень пессимистична для экономики. Но для золота, да, она оптимистична. Для этой оптимистичной ноти для золота мы и пессимистичной для экономики заканчиваем наш подкаст. Подписывайтесь на канал и следите за новостями.